Всем привет, дорогие мои рукодельницы! В этом видео я максимально доступно расскажу и покажу вам, как сделать вот такой вот классный журнал своими руками. Итак, приступаем! И в первую очередь мы начнем из создания цветов для журнала. Первый цветок это Ранункулюс. Я создаю его из сочетания двух видов гофрированной бумаги под номером 577 и 576. Также хочу напомнить, что использую только итальянскую гофрированную бумагу плотностью 180 грамм. Для создания такого цветка нам понадобится 4 ряда из лепестков. Все размеры и количество лепестков на каждый ряд, указанные на фото в начале мастер-класса. Также хочу отметить то, что для создания максимально похожего цветка, как у меня, вам нужно использовать такую же гофрированную бумагу и конфету круглой формы. Если же у вас нет конфет Трюфель АВК, вы можете заменить их на Рафаэло или Ферреро Роше или же любую другую конфету, но именно круглой формы. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сейчас я придаю форму каждому лепестку, выгибая его вовнутрь. Работая и с бумагой, не бойтесь ее растягивать. Она очень пластична и работать с качественной бумагой одно удовольствие для меня. Приступаем к продолжению. Мы делаем процессу создания цветка. На каждый лепесток наносим небольшое количество клея и приклеиваем к ножке. На первый ряд ушло 5 лепестков бежевого цвета под номером 577. Лепестки следующего ряда приклеиваем точно так же, но в шахматном порядке. И используем гофрированную бумагу под номером 576. На этот ряд ушло уже 7 лепестков. На третий и четвертый ряд уйдет по 8 лепестков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Чашелистики к этому цветку я не делаю, а просто приклеиваю на флористический флизелин. Флизелин можно заменить на органзу или же целлофан. То, что вам удобнее и что есть поблизости. Приступаю к созданию другого цветка. Я буду делать его по принципу, как и первый, но только на один ряд из 5 лепестков. Очень часто от вас поступают вопросы, где же я покупаю флизелин и другие материалы для творчества. Все материалы я покупаю в магазинах для рукоделия или же во флористических магазинах. Если в вашем городе нет похожего материала, рекомендую поискать в интернет-магазинах. Несколько таких оставлю в описании под видео. Также там будет вся полезная информация о данном мастер-классе. Поэтому не забывайте заглядывать туда. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас я буду создавать бутон розы. Для этого нам понадобится только одна заготовка и зеленые чашелистики. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, наши цветочки готовы. Для этого классного журнала я использую именно такие цветы. За основу нашего журнала я использую коробку конфет. Вы можете взять любую коробку, которая будет открываться так же, как у меня в видео. В первую очередь я буду оборачивать ее в крафт-бумагу. Приклеиваю все с помощью термоклея. У меня он от фирмы Bosch Dremel 930. Он имеет два режима нагрева. Очень качественный и не течет. Если вы серьезно занимаетесь хендмейдом, я рекомендую вам купить качественный материал и хороший термоклей. Процесс приклеивания должен быть максимально быстрым и с хорошо разогретым клеем. А также нужно хорошо разглаживать бумагу для того, чтобы не попадал воздух в промежутке между коробкой и крафт-бумагой. И все выглядело максимально аккуратно и гладко. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приступаю к приклеиванию атласной ленты к коробке с двух сторон для того, чтобы в дальнейшем можно было закрывать коробку и создавать бант А теперь беру лист с пожеланием учителю и приклеиваю к нему двусторонний скотч для того, чтобы приклеить в дальнейшем на наш классный журнал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приклеиваю к журналу линейку и карандаши, а также оборачиваю гофрированной бумагой заготовки из пенопласта и точно так же приклеиваю к нашему журналу Приклеиваю гофрированную бумагу к пенопласту, я хорошо ее растягиваю Также хочу отметить, что приклеиваю ее для того, чтобы пенопласт не крошился в дальнейшем и не просвечивал белым цветом из композиции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Цветочки если нужно, я ровняю кусачками, вы же можете это сделать с помощью ножниц и приступаю к формированию композиции для этого мне понадобится три больших ранункулюса два маленьких бежевых цветка и 6 бутонов роз ну Промежутки между цветами я буду заполнять фунтиками из флизелина. Фунтики у меня размером 6х6 см. И я создаю их без зубочистки. Вы же можете использовать зубочистку, если вам так удобней. Продолжение следует... А теперь приступаю к декорированию нашей композиции. Для этого нам понадобятся искусственные ягодки, атласные ленты, листики из гофрированной бумаги и бумажные бабочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Для создания листика мне понадобится отрезок гофрированной бумаги высотой 3,5 см, шириной 2,5 см. Продолжение следует... 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 Я их делаю с помощью фигурного дырокола. Фото моего дырокола вы сейчас видите на видео. Фото моего дырокола вы сейчас видите на видео. Внутри нас ожидает целая коробка конфет. Надеюсь видео было полезным и интересным для вас. А если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео и я с радостью отвечу. А я желаю всем приятного дня или вечера и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok